Хочу вас всех приветствовать. Курс называется у нас «Громко-еврейская этнография», но мы, конечно, поговорим просто о нескольких аспектах. Это такое широкое название, скорее тема большая, и уже был ряд вебинаров на эту тему. Валерий Ронж-Дымшиц читал интересные лекции, Довбер Керлер, у меня были какие-то лекции, у Светланы Амосовой. Так что, в общем, у нас есть уже большой такой опыт разговора на эту тему. Я в рамках этого мини-курса хочу поговорить немножечко о хасидском фольклоре и иногда о таких вот кейс-стаде, которые мы проводили в последнее время. Сегодняшняя тема, сегодняшний герой моей лекции, герой моих последних нескольких лет – это рыбницкий ребал. И я хотела о нем поговорить сегодня как можно подробнее. Больше того, наверное, мы и в следующий раз тоже будем говорить о экспедициях именно в исследовании этого проекта. Так что это герой на целых две наших лекции. Зовут его Хаймзан Лабрамович. И прославился он тем, что жил несколько лет, около 30 лет. Он жил в городе Рыбница, в Приднестровье, который сейчас находится в Приднестровье, в Молдавии. Ребе, его так называли скорее уже люди, которые знали его после того, как он уехал из России. В самом городе Рыбница к нему относились очень уважительно и называли его по имени Хаймзан. У него было сложное имя, его путали, называли его Хамзан, Хайнзан и так далее. Но, в общем, тем не менее, старались как-то выговорить это двойное имя. И очень любили его, относились к нему как к такому очень почитаемому своему, но при этом странному, очень божественному человеку, святому еврейскому цадику. С биографией его существует множество загадок. Мы, честно говоря, так и не знаем до конца дату его рождения. Он сам указывал от привиста дату рождения. В некоторых местах он говорил, что 1902 год. В некоторых местах он говорил, что 1892 год. В некоторых местах он говорил, что 1896 год. К сожалению, никаких достоверных сведений не есть. Нет, есть архивные свидетельства, но мы не знаем, с каких слов они записаны. Есть его воспоминания и его слова, но они переданы со слов его поклонников. И поэтому окончательной достоверности, ну, такой вот, как у нас есть, фактическая достоверность к реальным документам. С даты рождения у нас нет, зато есть достоверные сведения о дате его смерти. Он умер на праздник Симхат-Тара в 1995 году в Америке. То есть, в любом случае, он прожил около ста лет. Или больше немножко, или чуть меньше. Но ему было достаточно много лет, и он прожил очень много разных исторических периодов. Интересен он во многом мне потому, что он является таким осколком, остатком династии ружинских хасидов, которые сами по себе безумно интересны. Это трансформация хасидизма, хасидского мировоззрения. Хасидизм возникает, как вы знаете, как движение в середине 18 века, и связанное с Валшимтомом, и его личностью уникальной. А потом, в 19 веке, учение приобретает различные формы, делятся хасидские династии, появляется множество дворов хасидских, и у каждого появляются свои традиции. Вот ружинский хасидизм обладал удивительно развитой традицией хасидского двора. Об этом очень много подобного написано. Исраиль Фридман, ружинский цадик, основал вокруг своего поселения такой действительно двор. Он жил во дворце, у него были скульптуры античные на входе, у него пол был выстилен золотыми монетами и так далее. Это было такое олицетворение роскоши и красоты, которое на самом деле призвано было скрыть аскетизм и аскезу, и он носил какие-то драгоценные красивые украшения. Внутри, по красивым платьям у него были вериги, он страдал, и был на самом деле аскетом. А это все было внешне для красоты и привлечь профанов, как это все объяснялось. Но, тем не менее, вдруг вокруг ружинской династии образовались такие настоящие дворы. К ним приезжали на паломничество хасиды. И образовалась целая церемония, как стоит себя вести хасиду со своим раввином, со своим рэбой. И свидетельства такого мы находим очень много в мемуарах, воспоминаниях самих хасидов, которые ездили к рэбе, к нему, к его детям, к его внукам. Одним из таких внуков был Штифанежский рэбе, который жил уже совсем не так давно от нашего времени. Он родился в конце XIX века тоже, но умер он в 1933 году в Штифанежстах, в Румынии. И очень многие наши информанты, к которым мы ездили в Украине и Молдавии, успели застать его в своем детстве. То есть, скажем, люди 20-х годов рождения, с которыми мы разговаривали, скажем, в 2000-х годах, они помнили, как их возили маленькими детьми на встречу с рэбе, как рэбе их благословлял, если они встречались в какой-то ситуации. То есть, рэбе действовал как самой важной инстанцией в сложных случаях, если нужно было кого-то женить, если нужно было помочь с рождением ребенка, если нужно было уберечь кого-то от армии, если нужно было благословение или если кто-то болел. То есть, это вот такие основные поводы, по которым обращались к ружинским хасидам и, собственно, к Штифанежскому рэбе в частности. Мы про него знаем много историй интересных. С Штифанежским рэбе связано, собственно, детство и главное воспоминание рэба Хайма Занвала. Он был его любимым учеником. Он, Хайм Занвелл, осиротел в три года и оказался при дворе Штифанежского рэба, как будто бы он был сыном. У Штифанежского рэба не было детей, это была большая трагедия, как, впрочем, и у Хайма Занвела. У детей нет одной жены, нет другой. И он очень переживал. Значит, Хайм Занвелл учился у Штифанежского рэба в свое сознательное детство и молодость. И Штифанежского рэба он считал за отца. Неизвестно, насколько сам Штифанежский рэба воспринимал Хайм Занвелл как своего ученика. По крайней мере, несколько других людей тоже претендовали на роль любимого ученика, на роль как бы сына. Поэтому, как бы, из династии Штифанежского и последователей рыбницкого рэба очень уважали, но все-таки не восприняли его как продолжателя. Он ездил, рыбницкий рэба, по разным городам Бессарабии, по разным городам Румынии. И, в частности, он усилился в какой-то момент. Румыния была не советской, была отдельной страной до 40-го года 20-го века. Потом ее завоевал, не ее, а вот эту территорию Бессарабии, завоевал Советский Союз. Потом случилась война. И потом уже эта территория оказалась снова в составе Советского Союза. Вот рэба оказался на территории Бессарабии еще до Советов. И жил он на территории такого городка, который, на самом деле, находится напротив рыбницы, через веку Днестр. Город называется Резина. Он был женат на Рэббитсон-Сурке, дочери Даяна из Резины. Мы видели на гробе Сурки, и там написано, что она девичья фамилия Бергман. Вероятно, она была Даяном, никаких документов тоже не... Ее отец был Даяном, никаких документов особенных не сохранилось, кроме мимоваров и воспоминаний. Ну, в общем, Хайм Занвал ездил по разным городам Румынии и работал там, собственно... Мы точно не знаем, был ли он раввином, но он точно был шойхитом и моэлем. Он резал животных кошерным образом и совершал обряд обрезания. Значит, Хайм Занвал жил в Резине до начала войны, когда бессарабские евреи были переведены, перевезены по мосту и топированы в гетто, которое было на территории Рыбницы. Собственно, с этого момента и начинается его жизнь в этом городе, который стал ключевым для него. Называют его до сих пор Рыбницер, рассказывают о нем только как о рыбницком Ребе. Он стал олицетворением этого, в общем-то, мало чем примечательного промышленного города на берегу Днестра, который был всегда советским, в котором не было никаких выдающихся хасидских династий, о нем мало кто слышал за пределами соседних городов. И Хайм Занвал Абрамович прославил этот город тем, что он там остался после войны. Гетто, он был тоже выдающейся фигурой. Есть масса рассказов, выживших в Холокосте, людей, спасенных из этого гетто, как Хайм Занвал спас евреев, которые находились там в заключении. Есть много типов рассказов. Это один из основных сюжетов рассказов о чудесах Ребе. Он помолился, и пришел туман, и расстрельный отряд не смог расстрелять евреев. Или он затянул, он договорился с румынским полицаем, что он должен помолиться перед смертью. И пока он молился, он так долго молился, что за это время советские войска уже освободили Рыбницу. И много таких сюжетов. Или что он как-то так помолился, что немецкий генерал проехал мимо румынского офицера, которому он должен был дать приказ. В общем, таких рассказов очень много. Один из самых частотных сюжетов получается в том, что румынский начальник, румынский генерал, который был в гетто, был знакомым Хайм Занвул еще по Штефанештам, где Хайм Занвул учился у штефанешского Реба, а румынский офицер просто жил в этом румынском городе. Однажды у него случилась беда, и Хайм Занвул ему помог. Потому что и к штефанешскому Ребу, и к Хайм Занвулу обращались не только евреи, но и не евреи. Этих рассказов тоже довольно много. В ситуации, когда что-то происходило, и было очень сложно, и трудно обойтись без какой-то помощи магического специалиста, и евреи предпочитали ходить к евреям, чтобы они помогли, раз они так хорошо и успешно молятся. И вот этот румынский генерал-полковник, я уж не помню, какую у него была должность, он знал Хайм Занвул еще и штефанешск, он его очень уважал, и он ему разрешал делать какие-то вещи, которые в гетто был немыслим совершать. Хотя Хайм Занвул ходил каждый день в Микву, ходил окунаться в Нестор, и румынский этот генерал и генерал приставил к нему двух солдат, чтобы они ему помогали, и каждый день у него из гетто он ходил совершать омовение. Само по себе кажется это довольно странно, повторяется из рассказа в рассказ, и это такой важный тоже мотив и фольклорных сюжетов, и возможно это действительно было какой-то исторической реальностью. Значит, Хайм Занвул остался в гетто после того, как освободили его, и это довольно странно, то есть до сих пор не очень я могу понять, несмотря на все источники и рассказы о нем, почему он не уехал в какой-то другой город, в частности, почему он не уехал в Закарпатье, откуда было очень много у него последователей. Видимо, в гетто он познакомился с закарпатскими евреями, которые жили в более сложных условиях, скажем так, то есть более приемлемых с точки зрения возможности соблюдения иудаизма, если в Рыбнице было уже поколение таких советских певиц, пионеров, и все евреи давно были, утратили связь с религией, оставались только несколько стариков, которые попытались молиться в частных домах. В Закарпатье было очень сильно, в Закарпатье сохранялась религиозная традиция, но очень поздно присоединилась к Советскому Союзу, и там сохранялись еврейские религиозные традиции и сильно после войны. И закарпатские евреи очень полюбили Хайм Занвул, они к нему приезжали, они ему привозили кошерную еду, они давали ему денег, они помогли ему отстроить дом после наводнений и так далее, и так далее. То есть как с закарпатскими евреями у Хайм Занвулу были очень хорошие отношения, он к ним ездил на разные еврейские праздники. Почему он, собственно, не уехал туда, остался в Рыбнице, это некоторая загадка. Видимо, он очень привязался к самому городу, к еврейской общине города, с которыми он пообщался и познакомился в Рыбнице. Мы нашли дом, по крайней мере, нам показали дом, сейчас покажу, в котором жил Хайм Занвул. Хочусь его показывать, еще переворачиваю. В общем, вы можете повернуться и представить себе, как это выглядит. Простите, пожалуйста. Это единственный сохранившийся после наводнения дом в Резине, возможно, это дом, в котором он жил дома. Что касается, кстати, вот в отставке я забыл сообщить, что мы все эти исследования проводили на грант, который мы получили, исследовательского центра Еврейского музея при поддержке Плячина. И это такой, вот до сих пор, блещийся проект, который длится несколько лет. Вот. Поэтому гранту мы, собственно, ездили в Рыбницу и вообще наши другие экспедиции. Значит, Хайм Занвул остался все-таки в Рыбнице и продолжал работать Шойхетом и Мойлем. То есть он не скрывал то, что он занимается революционным действием. Каким-то образом его удалось не выдавать властям или власти продолжали как бы за ним охотиться, но все время он чудесным образом спасался. Или он помогал властям, или у него были какие-то знакомы в органах. Или так, но регулярно совершались обыски у него, забирали священные книги, мешали создавать миньян, мы требовали, чтобы он прекратил, но при этом продолжали спустя рукава смотреть на то, что он собирался каждый день миньян, купался в Днестре, окунался в Мику и собирал молитвы регулярно. То есть каким-то образом ему это разрешили сделать. помимо того, что Хайм Занвул вот выделялся в советской рыбнице, то, что он вел себя как-то очень-очень странно, он выделялся еще и внешне. У него была борода, пейсы. Он носил пейсы в советское время, не стесняясь. Он носил черную одежду традиционно, по фоту, кепку или кепку. Кепка, кстати, сохранилась и хранится в семье одного из его учеников. Вот фотография Рэба в советское время о кепке на свадьбе, а вот эта кепка, оставшаяся в семье Леонида Турчинского и портрет Рэба, который он держит, это тоже очень важные такие маркеры, портреты, какая-то вещь, которая осталась от Рэба. Это очень важный элемент традиции, связанный с ним, но немножко попозже о ней поговорим. Для Рэба остался очень важным штифанерский его учитель. Он все время соблюдал день его смерти как самый важный день, важнее, чем Йом-Ки-Кур. То есть примерно так же, как Йом-Ки-Кур он соблюдал 23-е тому за день смерти штифанерского Рэба. И вот на картинке, которую я показывала, вот одна из фотографий, когда человек лежит на земле. Это штифанерский Рэб, это рыбницкий Рэба, который приехал в Израиль, первым делом отправился на могилу штифанерского Рэба, куда его перевезли. Штифанерский Рэба умер в Румынии, был похоронен в Ясах. И в 69-м году штифанерские хасиды перевезли его остатки в Румынию, в Израиль. И вот, собственно, эта могила сейчас находится в Тель-Авиве, в районе Геватайя, на кладбище. Туда он проехал, Хаим Заннел, первым делом, когда оказался в Израиле. В Израиле он пробыл около года, в 73-й год, примерно, читают даты его эмиграции, Алии. И через год, через два он уехал из Израиля в Америку, где и жил оставшуюся ему жизнь. И умер он в Нью-Йорке, в городе Монсе, где до сих пор очень большая еврейская община и его читаемая. Большинство вещей, связанных с Рэбе, сейчас продается на всяких аукционах и стоит бешеных денег. Вот, например, я показываю картинку с аукционом Кедом, один из таких важных аукционных домов в Израиле продавалась кепка типа Хаимзана Лабрамовича, вот фотографии его, вот свидетельство Габая, что это действительно та самая кепка, и цена у нее была 8 тысяч долларов, а осталась она за 10 тысяч долларов. То есть, люди сейчас, которые мечтают получить такой-нибудь кусочек, связанный с Айзаном, бесконечно далеко, вот, а таких кусочков у очень многих людей было много. Значит, сейчас, секундочку, буду еще показать картинку. Вот, так выглядит могила Хаимзанула и его второй жены в Монсе. На могилах, вы видите, очень много записочек, и записочки бесконечно растут. как и с многими другими цадиками, произошла такая традиция, если цадика уже нету в живых, то его могила это такой тоже проводник, как бы возможность помолиться на его могиле, равнозначной реальной встречи с ним, и мы об этом подробно поговорим на третьей лекции, когда будем говорить о почитании могил в еврейской фольклорной традиции народной, и не только народной. вот здесь мы видим, что его могила стала такого рода очень важным символом. Я хочу сейчас обсудить с вами ряд сюжетов, которые связаны с Рыбницким Рэбе, сюжетом, которые мы записываем в экспедициях, сюжетом, которые возникают в мемуарах о нем в больших количествах, в меморатах, рассказах, воспоминаниях и так далее. Откровенно, много есть чудес, то есть когда про него рассказывают, первое, что говорят, что он был чудотворец, то есть с каждым из людей, когда он разговаривает, случилось то или иное чудо, с каждым из людей, который был с ним близко знаком, его фигура вызывала какую-то очень такую неоднозначную, скажем так, реакцию, или очень сильная привязанность, или очень сильное отрицание по-разному. Он очень сильно выделялся, он был такой удивительной, уникальной фигурой в Рыбнице, его запомнили все, его запомнили евреи, пионеры, комсомольцы, евреи традиционные, евреи религиозные, естественно, и на его запомнили неевреи, причем неевреи над ним издевались, и тоже хорошо это запомнили. В Рыбнице был такой национальный спорт, Ребе был известен тем, что он каждый день ходил в Микву, в Микву, окунаться, то есть это такая хасидская традиция, хасидский обычай, возникший тоже, возможно, в разных религиозных течениях, в русском хасидизме в общем был распространен, вообще в Микву мужчинам ходить каждый день вроде как принято не обязательно, в Микву ходят женщины после очищения ежемесячных, еще по разным поводам, но в хасидизме возник такой обычай частой Миквы, и Ребе Харимзанвилл был известен тем, что он очень-очень строго придерживался этого обычаи, вот даже в гетто он нашел сопровождающих, чтобы каждый день проводить этот обряд, он окунался в Микву и зимой, и летом, и зимой Местор замерзает, и там покрывается их дом, и он нанимал людей, которые ему прорубали прорубь, вот, рассказов о том, как он купался масса, и очень интересно здесь разделение на сакральное и профанное, вот сразу видно, что люди, которые понимали, в чем состоит еврейская религиозная традиция, почему он так себя ведет и что он делает, они называли то, что он окунается в Микву омовением, называли еврейское слово, твила, витболь, да, окунаться, твилнзих и так далее, люди, которые не понимали, что он делает, и которые, советские в основном евреи, которые встретили его как единственный такой осколок старой еврейской жизни, как некоторый такой рудимент, они думали, что он купается, что он морж, что он закаляется, что он каждый день ходит в Местор, закаляется, они называли это купаться, и они называли это наидиши боднзих, тоже купаться, другим глаголом, другим словом, И так оно и было. Очень многие его действия для большей части советских евреев были за гранью понимания каким-то непонятным, странным явлением. Его и называли немножко странным, сумасшедшим, ненормальным и иногда так к нему относились. Такое развлечение рыбницких жителей, в основном неевреев, заключалось в следующем. В любую погоду рыба ходил на речку, а женщина, если навстречу ему обратно пойдет и пересечет дорогу, ему нужно снова идти в мигку, потому что это было бессмысленно. Его омовение, он снова становился испачканным, нечистотой этой самой женщины, и он разворачивался и шел обратно. Весь город быстро понял, в чем дело, и действительно каждый раз его подкарауливали. Уже в 70-е годы он был немолодым человеком, даже если ему было не 70 лет и не 80, он был довольно много лет. И над ним любил шутить весь город. До сих пор они все сокрушаются, говорят, вот мы были дети, глупые, что же мы так издевались, он святой человек был, а мы перебегали ему дорогу. Но вот это такой яркий сюжет, что ему кто-то мешал, Смиковой, и он ее все равно преодолевал. Сложность. Есть разные субституты, варианты, что он делал, чтобы не возвращаться, потому что, ну, все-таки действительно холодно, и пожилой человек, и все такое. Много рассказывает о том, что у него была кружка. Кружка вот такой величины, возможно, с двумя ручками, как некоторые говорят, возможно, это натилатница, с которой евреи делают религиозное омовение, мы никому не знаем. Но кружка, которую он держал с собой, в ней была вода из гнестра, и если приходила какая-то женщина, он просто себя поливал из этой кружки, он снова окунулся, и тогда нечистота его не касалась. Про кружку тоже очень многие вспоминают. Есть разные варианты, что врачи ему запрещали, что ему говорили, что это нельзя и вредно, и в какой-то момент он стал делать послабление, он окунался не весь, а он только окунал, скажем, ноги. И он садился и опускал ноги, потом поднимал. Масса вариантов есть на тему, в каком виде он купался, в талисе, или он все снимал и купался голым, или сколько раз он делал омовение тоже. Три, девять, всегда какие-то сакральные числа в воспоминаниях американских евреев, в триста раз. Ну, в общем, какие-то удивительные цифры, но для него было важно много раз это проделать, и в разных рассказах встречается, что в каких-то ситуациях, когда он всегда бежал в микву, и после этого разрешались сложные ситуации. Значит, один такой вот важный, да, сюжет с ним связанный, это миква, в разных вариантах, как и что. Второй, вытекающий отсюда сюжет, это взаимоотношение с неевреями, это то, как он относился к этим женщинам, и особенно детям, которые ему приставали. Дети советские, они с большим интересом смотрели на такого странного спичка, который каждый день бегает к мистеру, и там еще голом купается. Вот, время от времени дети побивали его камнями, за что с ними случались разные сложные истории. Большинство еврейских информантов умалчивает, но часть из них рассказывает о том, что однажды он как-то странно посмотрел на этих детей, их парализовало. Такой вот постоянный сюжет, что детей святотатцев, да, детей, которые наказывают свято, поражает какая-то страшная болезнь, а вот в данном случае их парализовало, и матери прибежали к Хаймзанвуду, его уговаривали, просили прощения. В американских вариантах он им велел, значит, никогда не обижать евреев, и тогда, значит, они тогда поклялись, когда он их исцелил. Вот, в устных рассказах, скорее, просто он их исцеляет и вообще ничего не делает, это они сами. Замечательный мотив, который тоже повторяется в разных фольклорных текстах, в том числе прошлого манежского рэба, и здесь, что врачи ничего не смогли сделать, и врачи сказали, что кто вам это натворил, пусть попросите у него прощения, пусть он вам и поможет. То есть такой вот повторяющийся мотив. Второй большой блок, вот первый связанный с Миквой и святотатством, второй большой блок связан с его стремлением исполнить заповедь. Вот он очень хотел исполнить заповедь Миквой, вот второй заповедь это обрезание, он был Моэль, и для него это было очень важное дело, дело жизни. Как Моэль, тот, кто делает обрезание, да. Если где-то рождался мальчик, то он должен был около этого мальчика быть на восьмой день, в любом случае, как только мы ему говорили, он все бросал и ездил. И в Закарпатье, и в Одессу, и по всей Украине, и Молтавии. То есть он был таким человеком, который приезжал в случае чего. С 40-го по 70-й год в Советском Союзе нельзя было сделать обрезание, просто так открыто. За это наказывали, сажали и вообще всячески поощрялось. То есть он сознательно шел на некоторый такой риск большой, когда знал, что нужно сделать обрезание. И очень много в рассказах фигурирует мотивов, что его звали, когда кто-то из родителей коммунистов, например, отец был в отъезде или в армии, или где-то далеко. И тогда, значит, жена звала на свой страховый риск Ханзанвилл, он приходил делать обрезание. Он настолько стремился выполнить заповедь, что для него не было ничего невозможного. Он проходил 20 километров по пулю с одним мешком картошки за спиной, чтобы это сделать. Одна из таких чудесных историй, что завелась машина, которая стояла в гараже, и много лет была не на ходу, и у нее не было карбюратора, чего-то еще, и бензина там не было. И вдруг Ханзанвилл попросил шофера ее завести, и она завелась. Завелась, они доехали до нового места, сделали обрезание и вернулись. Вот этот мотив повторяется несколько раз в разных воспоминаниях. Напоминает немножко историю про Кфицатадерых, то, что рассказывали о Баалшемтове. Очень часто в хасидских уже источниках, более поздних американских, Ханзанвилл и сравнивают с Бештом, что у него были способности, как у Баалшемтова. В Кфицатадерых способность перенестись из одной точки пространства в другую, пешт молитвой и таким тяжелым напряжением мысли мог перенестись чуть ли не в землю Израиля, но не говоря уж там о нескольких километрах сюда и сюда. Вот такие же истории есть про Ханзанвилл, что он оставался где-нибудь в грязи, печали, пыли на кладбище или выполняя заповедь молитвы около штифанерского рэба или еще что-нибудь, или вот с ребенком с вязанием, или что-то еще такое он делал священное и важное. Люди уезжали обратно и уже Ханзанвилл был дома к этому времени. То есть вот такой тоже момент с этой машиной, чудесным образом она приезжает или чудесным образом сам перемещается куда-то ради исполнения заповедей. Это такой тоже устойчивый мотив. Третий мотив, связанный с историями о нем, это некоторое такое его аскетическое поведение, которое непонятно окружающим. Вот как с окунанием вмиг, вот то же самое с посыпанием головы пеплом. Такой яркий мотив с ним связан, это пепел, которым он посыпает голову в знак печали о храме, о разрушении храма. Это говорят о нем люди религиозные. Нерелигиозные люди говорят, что он был очень неаккуратным, что он все время ходил с разводами пепла, что вроде такой вот чистый-чистый, вдруг раз и весь испачкался. Во время Холокоста он тоже доставал себе пепел и постоянно посыпал голову. Люди, которые заходили к нему случайно, он вообще требовал, чтобы к нему никто не входил в комнату. Ну там, если был пожар или что-то срочное случалось, там, в общем, на кафе мы выходили, вот обнаруживали, что он сидит покрытый пеплом, и у него по щекам катятся слезы, которые такие порозды в черном пепле оставляют. Вот для него это будет такой очень важный момент исправления мира. Тикун-улам, тоже важная категория в хасидизме, идущей из кабалы. Пепел, пост и ночное мнение. Вот три таких составляющих. Тоже все они были непонятны окружающим. Он постился от заката, от захода, в общем, от рассвета до заката. Он не ел в светлое время суток, по крайней мере, так свидетельствуют некоторые его последователи ученики. Другие говорят, что он не ел, если готовили несоблюдающие женщины, даже если готовили кошерно, или он не ел у тех, кто людей ел у других. В общем, у него были очень строгие ограничения. Ел он мало, редко и постился больше, чем не постился. Спал еще меньше, про него вот все время рассказывают, когда рассказывают о нем, рассказывают его режим дня. Это такой вот человек, про который сразу рассказывают, как именно он проводил свой день. В основном он его проводил в молитве Миквы. То есть он молился долго-долго, шел в Микву, потом возвращался, молился другую молитву, потом снова шел в Микву, потом молился третью молитву, потом уже наступала ночь, и тогда он чего-то ел. Он не ел даже на праздниках, посвященных обрезанию, хотя, казалось бы, это заповедь, сауда, трапеза, потому что, как он сказал, однажды он нарушил свое правило и поел на обрезание, его уговорили, и случилось несколько катастроф в городе. И в целом про него есть такие мотивы рассказывающие, что как только он нарушает свое же заданное странное поведение, заданное самим им странное поведение, то есть перестает молиться по ночам, перестает поститься, перестает постоянно, перестает окунаться в Микву, тут и случаются такие страшные катастрофы, как, например, Калакост или что-то еще. Он несет на себе ответственность за все катастрофы в мире. Своим таким поведением он, собственно, и обеспечивает мир благополучия, поэтому он не может себе позволить каких-то слабостей, потому что это сразу окажет негативное влияние на все остальное, жизнь вокруг. Есть еще одно важное свойство, которое ему приписывается. Он помогал людям в их личной жизни в каких-то проблемах, причем проблемы тоже можно как-то классифицировать довольно четко, и они упираются прежде всего в невозможность совершить какое-то правильное с точки зрения еврейской религиозной традиции действие. Ну, например, к нему приезжают закарпатские евреи, жалуются, что сын вынужден учиться в университете или в колледже вечернем, и занятие вдруг поставили на пятницу. Таким образом, он будет нарушать субботу, если он будет продолжать учиться. И это некоторая большая проблема для многих соблюдающих в советской премии евреев, как не учиться в субботу, как не нарушать субботу и так далее. И Ребе говорит «Подожди», начинает молитву «Пост и исправление мира», ну вот все свои методы традиционные, и на следующий день выходит указ, когда в Советском Союзе объявляется субботный выходный день, или переносится расписание занятий этого самого колледжа, так что занятие перестает быть вечером в пятницу. То есть происходит вот такое, как бы не чудо, а скорее, ну, некоторое такое обыденное действие, но оно само по себе не просто так происходит, а в результате действий, которые исполняет Реба. Еще один такой важный тоже момент – это шедух, это нахождение пары, партнера еврейского. Хаймзан очень был строг по отношению к смешанным бракам, много есть разных рассказов, как он запрещал просто это. Там пришли к нему закарпатские евреи, стали просить, чтобы он что-то сделал, потому что их сын не хочет уезжать, он женился на нееврейке, или хочет жениться на нееврейке, и не хочет ради нее уезжать в Израиль, хочет остаться в Закарпатье и так далее, и так далее. И Хаймзану говорит, приведите ко мне этого сына, начинает с ним разговор, и сын говорит, что он ее так любит, так любит, что без нее никуда не поедет. Он говорит, а попытайся ее представить в старости, без ее красоты, которая временно, вот что останется у человека, когда уйдет то, что тебе сейчас так привлекательно. Он говорит, не могу, не могу, возвращается, и в это время там происходит какая-то катастрофа, женщина заболевает, и он видит ее некрасивой в болезни, лежащей там дома, понимает, что это совершенно не тот человек, он готов жить и уезжает. И несколько рассказов есть о том, как Хаймзану испортил людям возможные браки, когда он говорил, что этот человек тебе не подходит, и все, мы разговаривали в Израиле с мужчиной, который 47 лет прожил бок о бок, рядом с женщиной, которую очень любил, но Хаймзану ему не позволил на ней жениться, предложил жениться на другой. Он и женился на другой, у него много детей от нее и внуков, но при этом любит ее первую, она тоже в Израиле, они сейчас вот через много лет встретились, и он говорит, что вот Хаймзану у меня дал такой вот срок, 47 лет, и я все-таки вот сейчас думаю, что он был неправ. То есть как бы он считал себя в праве назначать людям пары, и иногда это не самая счастливая история, а иногда наоборот. То есть много историй о том, что человек никак не мог никого найти, думал, что уже в этом месте, где они живут, евреев не осталось. Хаймзану говорил, куда надо пойти, в какой-то он постучать, и там все было замечательно, там жили прекрасные кошерные еврейские девочки, которые тоже были гантами, очень женихом. То есть тема замужества такая очень важная тема по обращениям к Хаймзану. И еще такой ключевой сюжет, это выезд из России. К нему обращались люди с просьбой способствовать, помочь им выехать из России. Ну, поскольку сам Хаймзану уехал в 73-м году, а в 70-е годы Алия была очень сложной, да, это не то, что в 90-е, когда уже можно было спокойно ехать, тоже не так уж прям спокойно, но все-таки это был только вопрос, скорее денег, которые нужно заплатить государству за то, что она лечила, женю образовала и так далее. В советское время это была очень сложная процедура, которую нужно было пройти в Авере, через КГБ и прочие инстанции. Хаймзану сам не уезжал, но при этом помогал другим. И когда он захотел уехать, у него, в общем, особенных сложностей не было, его отпустили довольно быстро. Но он помогал с отъездом, это такой тоже типичный сюжет обращения к Хаймзану. Он объяснял, когда это может случиться, молился и происходили чудеса, там детей раньше отпускали из армии, он давал какие-то благословения и так далее. Поскольку мы говорим о нем как таком наследнике ружинской традиции, у него еще сохранился такой интересный принцип, который был характерен для ружинской традиции. Мы с вами говорили, что в ружинской хасидизме появляется такой феномен двора, ну не только в ружинском, но в нем тоже хасидского двора, к которым приезжают паломники. Как паломники приезжают, также и к Хаймзану приезжают из разных мест люди. Но Рэбе тоже имеет некоторую такую традиционную функцию. Он не просто исцеляет, творит чудеса и что-то такое делает, он иногда дает благословение. Собственно, от него этого и ждут, но он вносит пидион, так называемый выкуп. Это то, что появилось в хасидской традиции, хасидской экономике, за счет чего процветали все эти дворы. У цадика была некоторая зона влияния. Хасиды из этой зоны влияния к нему приезжали регулярно, один или два раза в год, и привозили деньги, пидион, выкуп души. То есть у них были какие-то просьбы, проблемы и так далее. Цадик молился за них и как бы искупал их проблемы, помогал им, и за это они ему давали деньги. То есть это такая вот финансовая, финансовый обмен. В Штифане Эштаха было ровно то же самое, об этом многие говорят. И в знак того, что этот обмен совершен, Цадик дарил или давал монетку своим последователям. Монетку или какую-то вещь. Ну, это в целом распространенная в хасидизме практика. Крайний ее вариант – это Любавичский Рэбе, который раздавал доллары. Но вот исторически в ружинском хасидизме очень много такого рода вещей мы знаем. Они называются шмира, вещь, которая бывала в руках у Рэбе, монетка, которая бывала в руках у Рэбе. Из нее можно сделать какую-то свою вещь, или просто сама по себе эта монетка становится шмурой, то есть талисманом или оберегом. Вот такие монетки раздавали ружинские цадики, такие монетки раздавал Штефанежский Рэбе. У нас есть несколько записей воспоминаний об этих монетках. Мадбея она называется, на иврите слово «мадбея» – монета. И то же самое связано с Рыбницким Рэбе. Он давал монетки, но как не были. Штефанежский Рэбе давал рубли, николаевские рубли, царские рубли с изображением царя. Штефанежский Рэбе раздавал 15 копеек советских. Но, тем не менее, действовали они так же эффективно, как рубли николаевские, потому что они переставали быть деньгами. То есть вот эта традиция педиона выкупа и некоторого взамен дара монеты, которые становятся амулетом, эта практика сохранилась и в хасидизме, не просто Ружинскому и Штефанежскому, но и даже в варианте Рыбницкого Рэба. Он, во-первых, тоже благословлял монетки и давал их на сложный случай. Вот, например, на выезд. Мы записывали историю, как человек никак не мог уехать, потому что служил в армии, ему нужно было дослужить. Очень частый мотив, кстати, такое противоречие. С одной стороны, религиозные евреи, которым нужно уехать в другую страну и быть ей лояльным, с другой стороны, он обязан отслужить в этой армии, потому что это обязательное условие жизни в советской стране. И вот он дослуживает в армии и должен каким-то образом уехать позже своих родных, то есть есть вероятность, что его не выпустят и так далее, и он заново дает ему монетку. И в соответствии с традицией тоже вот про ружинских цадиков, про садегорских цадиков, тоже ветвь ружинской династии, рассказывают следующее, что эти монетки иногда пропадали, то есть монетки были связаны с какой-то функцией, у них был свой тавкид, своя роль. Ну, например, человек болел, ему давали монетку, чтобы он выздоровел. Когда он выздоровел, монетка вдруг исчезала, вообще исчезала, и все, как у тебя никогда не было, хотя он ее берет под зимницей, поносил ему груди, там мешочки, и вдруг бац, мешочек пустой. Вот с монеткой, которую Хайм Занвул дал на выезд, случилось то же самое. Когда человек проехал станцию ЧОП, границу, пограничный пункт между Россией и железный занавес остался позади, монетка исчезла. То есть вот тот же мотив, такой основной мотив фольклорных историй, связанных с волшебной монеткой, которая позволяет какие-то вещи проделать, мы можем его зафиксировать и в более раннем хасидизме, и вот просто в наши дни, в современной ситуации похожие сюжеты можно записать. Рэбб раздавал не только монетки, в принципе, в хасидизме все, чего касается цадик, становится священным, там традиция знамечательная шираем, остатков еды, когда цадик пробует какую-то еду, а дальше все расхватывают эту еду, потому что она тут же становится тоже священной, она становится освященной, она становится благословенной, и ее можно использовать как талисман и что-то такое. То же самое происходило не только с едой, но и с другими вещами. Когда Хаймзан уезжал, он очень многим своим друзьям отдавал вещи, он отдавал там свои одежду, кепку, штаны Рэба хранятся в городе Цвате, мы знаем, пальто. Есть очень интересные воспоминания, я вообще, я хочу посоветовать такую книжку «Созвездие Мордыхая», называется Эли Лекшенбург, она издана в Иерусалиме, но вообще она есть в интернете, ее частично, по крайней мере, опубликовали. Очень интересная книжка, значит, человек, Мордыхая Лекшенбург, написал ее, по воспоминаниям своим, он тоже родился в Румынии, жил во время эвакуации в Ташкенте, потом жил во Львове, ездил из Львова в Рыбницу, был хасидом Рыбницкого Рэба, переехал с трудом огромным в Израиль, много лет ждал вызова и очень-очень волновался, что всех сможет вынести, и был страшно счастлив, когда это получилось. И вот он описывает как раз свои поездки к Рэбе, когда он шел получать разрешение на выезд, он взял старое пальто, которое он обменял у Рэба, сказал Рэба, вот у меня есть новое пальто, у вас такое старенькое, давайте поменяемся. Кто-то говорит, ну как, неудобно, у меня уже такое драненькое, ничего, ничего, мне оно очень нужно. И вот в нужных ситуациях он носил пальто, когда он шел в лазир получать, значит, или отказ, или вызов, он надел пальто, и оно ему страшно помогло. То есть вот вещи, связанные с Рэбом, которые имели к нему соприкосновение, они крайне важны. Будь то монетка, будь то кусок еды, будь то одежда, который он носил на себе. Ну вот не случайно мы видим, что кепка Рэба, кепа Рэба на аукционе до сих пор стоит таких огромных денег. Вот это вот. И вообще все, что с ним связано, мы все время там видим так или иначе, оказываются крайне важны. Еще такой, важный тоже момент, это портрет Рэба. Вот попытаюсь сейчас добавить. Надеюсь, что я вот его найду. Значит, загрузить. Теперь что? Немножко не изменяюсь. Теперь его надо как-то показать. А, он еще не загрузился. Сейчас. Вот. Портрет, портрет. Сейчас отлично. Практически каждый, кто встречался нам из рыбницы, наносил с собой, сейчас покажу, вот такой портрет, который сделала первая жена, вторая жена Рэба, когда собирала материал о нем. Она ездила, тоже разговаривала с выходцами из рыбницы. И в каждом доме нам показывали такой портрет. Сейчас. Каждый доставал кошелек, в котором у него маленький портрет Рэба, брелки, на которых портрет Рэба и так далее, и так далее. Для людей, которые его знали, оказалось, что этот портрет является очень важным маркером своих. Особенно это важно в Израиле, но это и в Рыбнице тоже. И вообще, все, кто с ним как-то соприкоснулся, держат его портрет как важное очень напоминание. Вроде бы, с портретами у евреев не очень принято. Портреты Равинов долгое время были запрещены. Больше того, сам учитель рыбницкого Рэба, Штефанежский Рэба, крайне не любил, когда его фотографировали. Сохранился фотографий, он умер в 1933 году, в 1930-е годы фотография уже была вовсю популярной, как какой-то хулиган-фотограф. Зашел тайком во двор Рэба и увидел его. И у Рэба такое изумленное выражение лица. Как же так? Вот это и в главной фотографии, когда он с удивленным выражением смотрит на фотографа. В советское время уже совсем другое было отношение к фотографии, к традиции портрета. Да и в целом, в хасидском мире тоже оказалось, что портрет является важным элементом, сопровождающим представление о человеке, связанное с ним и так далее. В современном Израиле эти портреты, кажется, являются такой важной ролью узнавания своих. Крайне мере, нам так рассказывали, что если с этим портретом прийти в Равенат, то сразу говорят, о, вы его знали лично, ну, конечно, и разрешают все спорные вопросы. Если устраиваться на работу и увидеть его портрет в кабинете человека, к которому приходишь, тоже это решает массу проблем, потому что оказывается, что люди там из Закарпатья вешают его портрет, и они оказываются более вписаны в еврейский религиозный мир Израиля, скажем, чем советские евреи из Рыбницы. Но то, что их объединяет, это Хайн Занвелл, и вот его портрет, это такой связующий звонок. То есть одежда, портрет и какие-то, и монетки, которые он раздавал, это такой очень важный вещь, которая с ним все время ассоциируется, сохраняются на протяжении всей его жизни и даже после. Еще один способ общения с Цадиком, характерный для Ружинской династии, вот когда приходит Хасид и дает пидьон, дает выкуп, он пишет записочку к Витту, записочку своей просьбы, собственно, он приходит с какой-то конкретной просьбой, он не всегда ее проговаривает лично с Равином, потому что у Равина может не быть времени на такое ауриенство, он пишет просьбу, а Равин должен, Рэбет, должен помолиться за этого человека и выкупить это все на его просьбу. Вот Квитлы как бы пишут скорее сейчас уже на могилах, и могилы наших праведников Хаймзанула и его жен первый и второй, они покрыты этими Квитлами. Причем очень интересно, что есть такой как бы субститут Рэбе, Рэбе ведь жил в Израиле и уехал от этого, но у него остались за тот год, что он там прожил, много последователей хасидов и поклонников. Хасидам обязательно нужна какая-то физическая связь с Рэбе, даже если вот нету кепки, портрета или чего-то еще, то есть могила в конце концов, то есть когда человек умирает, есть некоторая последняя связь с ним, почему так популярны почитания могилы праведников, когда он об этом подробнее еще поговорил, потому что это все та же связь, которая напрямую ведет от садика к Всевышнему. И когда он уехал из Израиля и умер в Америке, он лишил израильских иерусалимских хасидов вот той самой связующей нити. Поэтому уже выезжая, зная, что он умрет в другой стране, он обещал своим хасидам следующим, сказал, что если у вас есть какие-то просьбы, сложности, ситуации, идите на могилу моей жены сурки, и там все передавайте, как будто передаете мне. Удивительным образом эта субституция как бы Мацева сработала, и на могиле сурки действительно огромное количество записок, очень попрощенных к рыбницкому рэбе, не к самой сурки. И она, как и при жизни она ему передавала все эти записочки, так она и сейчас передает ему на том свете. То есть как бы могила в Израиле, в Иерусалиме, на святой месте, на Масличной горе, рэбе в Монсе, в Нью-Йорке, в Украине, но связи сильные и по-прежнему очень важны. То есть как бы вот эта вот магия контакта, магия прикосновения, будь то портрет, монета или какая-то вещь, она остается значимой и важной и через Мацеу. Еще один такой тоже ключевой сюжет, который связан с Рэбе, он уже немножечко повторяет то, что мы говорили, но мне кажется тоже очень интересно, мы его зафиксировали раз 10, наверное, и кажется, что это очень яркий и интересный мотив. Во время обрезания, которое делал Рэбе, однажды случился какой-то неприятный случай, а именно ребенок чуть не умер. То есть пошла кровь, ее не могли остановить. Ну, это такое редкое явление во время обрезания, когда чаще всего в одном из объяснений, что у ребенка была болезнь свертывания крови, соответственно, тогда нельзя было бы делать обрезание и случилась такая очень грустная история. было два раввина в этот момент, во всех историях рассказывают, что их было двое, причем удивительным образом рассказывают про такие года, когда второго раввина уже не было в живых, или он не был в доступе, он был сидел в тюрьме, и как-то странным образом, но всегда это пара. Пара это наш Хаймзанула Промович и Мендель Футфас, еще один раввин в советское время, который действовал подпольный, который сажали и много времени он провел в тюрьме, но тем не менее, когда он выходил, он продолжал активно действовать как действующий раввин. Но в отличие от Хаймзанула, Футфас ездил по многим городам, а Хаймзанула жил в основном в Рыбнице и ездил вокруг или в Закарпатье, то есть это были более локальные традиции. Вот Хаймзанула с Мендель Футфасом ездили на обрезание, Футфас был сандаком, а Хаймзанула был моелем, и вот однажды то ли он заснул, то ли у ребенка была действительно болезнь свертывания крови, то ли что-то произошло, но в общем ребенок стал истекать кровью и умирать. И мама испугалась, и все закричали, заплакали, а Хаймзанула погрузился в такой сон, который не сон, а вот нет, такой транс, посыпал себя пеплом, три дня ничего не ел, в разных вариантах, по-разному, но вот все время это как-то обставлено, там какое-то магическое число дней он не ел, посыпал себя пеплом, молился, постился, ни с кем не разговаривал, потом пошел в микву, и ребенок ожил. То есть вот все процедуры, которые он производил обычно здесь были призваны, и дальше к этому событию много разных, по-разному люди относятся, кто-то говорит, что он заснул, кто-то говорит, что он слишком долго молился, и просто упал в обморок перед тем, как совершить это обрезание, то есть это принято, его, собственно, потому что это была ошибка, кто-то говорит, что он все делал правильно, и что он своей молитвой спас, просто воскресил из мертвых ребенка, и это было чудо равное тхиатамитим, воскресение мертвых, по-разному, да, оценивают эту ситуацию, но сюжет этот очень часто присутствует в разных рассказах о том, что происходило. Однажды мы даже, собственно, записали рассказ человека, который был тем самым ребенком, которому делали обрезание, мы вообще часто встречаем вот в наших рассказах людей, которые делал обрезание сам Хаим Занвул, и это тоже такая вот связь, да, такая постоянное ощущение некоторой причастности к большой традиции. Вот. Помимо того, что Хаим Занвул делал обрезание и, соответственно, участвовал, многие люди помнят этот обычай, прямо на себе или обрезали своих детей с ним и так далее, есть еще одно, сейчас я попытаюсь его загрузить, одно действие, которое он делал в рыбнице, в советской рыбнице, он иногда ставил, сейчас, он иногда ставил ХУПУ, и тогда он писал брачный договор, брачный контракт. Почему? Сейчас. У нас просто нам встретилась КТУБА, которую подписал сам Хаим Занвул, и это тоже очень важный такой ценящийся момент, не менее, вот она, не менее чем, как удалить, удалить, вот она, ну тоже вот так вот, я не знаю, как ее перевернуть, вот она подписана Хаим Занвул, видите, там в самом конце две строчки, там Хаим Занвул, значит, вот она подписана им, как раввинам этого места, и это редкая вещь, вообще-то, что в советское время в принципе ставили ХУПУ, писали КТУ, но чтобы он написал ее вот сам Хаим Занвул, тоже это такой редкий момент, редчайший, да, когда сам уважаемый святой человек благословляет брак, ну и брак лица до сих пор, и все хорошо, вот, значит, а, нет, это как родители, то есть нет, ну, значит, они жили долго и счастливо, и все у них было хорошо, то есть это некоторое благословение, еще одно благословение, но уже вполне традиционно религиозное, без всяких фольклорных мотивов, но вот, да, это тоже такое вот чувство близости, связанности с важным очень моментом в жизни, да, когда это совершается святым человеком. Про него есть еще целый ряд рассказов, но все они интересны, как воспринимаются, да, то есть вот набор этих чудес, ну, не менее конечен, это какие-то чудеса, связанные с личным жизнью, там, к нему приходят, с болезнями, с сложностями, с поиском жен, мужей, выездом и так далее, он решает какие-то вопросы, иногда он отказывается решать эти вопросы, и к нему приходят на прием, например, какой-то вполне себе религиозный человек, он говорит, ты нарушил субботу, ты сегодня не ходил в Микву, я с тобой разговариваю, ты не облашешься и так далее, то есть он чувствует, что это чудеса, чудесные вещи, вот, или это какие-то чудеса сверхъестественные, да, которые он выполняет за свои заслуги, поскольку он постится, молится, просыпает голову пеплом и так далее, он приобретает заслуги, он получает некоторую награду от Всевышнего за то, что он так аскетично себя ведет, и вот награду за это он может творить чудеса, то есть вот эти чудеса связаны с нарушением каких-то природных явлений, да, когда он заводит машину, которая не может заводиться, когда он отводит глаза полицейским во время, значит, Холокоста или еще, когда он возвращает с того цвета ребенка, который умер во время обрезания, да, когда он нарушает какой-то естественный ход вещей, он делает это за счет своих заслуг, он этим не злоупотребляет, но он знает, что он может это сделать, и это такой механизм еще муднических времен, что заслуги праведника, они позволяют ему сотворять чудеса, собственно, чудотворцы муднические, описанные в Медрашах, в Мишне, в Талмуде, в Тасефте, они ровно так поступают, больше того, они так и называются хасидим, это первое употребление слова хасидим, это праведники, люди, которые своими добрыми делами, которые заповедями, на исполнение заповедей приобрели заслуги, которые позволяют быть честь. Вот здесь тот же самый механизм. И мы видим, как люди, посвященные в это, понимают, что происходит, люди не посвященные воспринимают это как странности, как удивительные такого явления, как человек, который действует непонятным образом, но при этом мы его очень уважаем и почитаем. И отношение к нему двоякое такое, или как великий праведник, святой человек, или как юродивый, как странный человек, сумасшедший человек, которого кидают камнями, которого не понимают, иногда его называют Хайкой Дармишигина, то есть просто сумасшедший Хайка. Вообще не Хайм, не Занвал, не Адмор, как хотели называть его все его поклонники в Америке и в Израиле. Они ужасно переживали, что русские евреи называют его фамильярно, Хайм Занвал, спрашивают его, как дела, и вообще относится к нему как к простому человеку, как он не является, и всячески подчеркивают, что это не так. Но для русских евреев вдруг он оказывается таким панибратом, Хайм Занвал. Для них это было страшно непонятно и возмущало. Для некоторых евреев вокруг рыбницы, особенно не в самом городе, а вокруг живших, он был необходим таким человеком, который нужно вызвать, если нужно сделать обрезание или курицу зарязывать. Но в целом, конечно, они не одобряли все эти аскетичные манеры поведения и так далее. То есть он всегда вызывал в отношениях какой-то резкий спектр эмоций или сильно положительный, или сильно отрицательный. Нейтрально он не вызывал. Его очень любили. У него не было детей, он очень хорошо относился к детям. Он очень любил маленьких детей, соответственно, все они это те, с кем мы сейчас разговариваем, это наши информанты. Они все его помыли в своем детстве как очень ласкового, очень доброго человека, который с ними любил играть. Но вот рассказы о нем, это такой вот рассказ о ярком, выдающемся явлении в довольно таком скучном, однотипном городе. Город рыбницы, сам по себе промышленный, сформировался вокруг педагогического комбината, который до сих пор работает. Да, и в общем люди там обычные, простые советские люди, скажем так. Там мало было еврейских, изначально еврейских общинных каких-то структур, хотя были попытки создать синагогу после войны, и много людей собиралось по праздникам, и много людей праздновали какие-то праздники, обычаи обряды, но в целом религиозная жизнь скорее проходила на другом берегу Рыбницы, на другом берегу Днестра, в Резине. И эти два года вот так и остались такими как бы антиподами. Один город с традиционной религиозной еврейской жизнью до войны и сразу быстро восстановившийся после войны, а другой город, который возник, еврейской жизни он был крайне мало, но вся жизнь во время войны сконцентрировалась там в гетто, и очень многое сохранилось благодаря именно одному человеку в Храм Замблее. То есть он вдруг сделал этот город важным и значимым в еврейской религиозной жизни, чего не было ни то, ни после. Вот, наверное, то, что я хотела рассказать в первую очередь сегодня, но я готова ответить на разные ваши вопросы. И мы поговорим еще о поле, собственно, о полевых исследованиях наших, о методологии, полевых исследованиях, и о том, как мы собираем информацию об этом, Рейба в следующий раз, и я надеюсь, к нам подключится Валерия Ронбельшинс, который прямо сейчас заканчивает исследование в самом Монсе, в городе, где умер Хаим Занвелл, и где до сих пор его почитают, и там, как он говорит, и, собственно, как мы видим по разным публикациям в интернету, очень сильный культ Хаим Занвелл среди молодых хасидов, которые никогда его не видели, никогда не были в рыбнице, но они считают себя рыбницкими, то есть вот рыбницкими хасидами, что очень изображает читатели. Откуда взял вторую жену? Вторую жену он взял в Америке, по еврейским законам нехорошо человеку быть одному, и хотя ему было, ну, допустим, вот в 1974 году ему могло быть от 70 до 80 лет, ну, ему нужно было выбрать вторую жену все равно, сурку умерла, и он взял вторую замечательную женщину, Фрейду, Фрейду Малку, которой были дети, она уже была вдовой, у него было несколько детей, и вот они себя сейчас как раз называют хранители традиции, родственники, потомками Рэбы, собирают тоже о нем информацию в большом количестве, ну, вот это собирание информации уже в следующий раз, а жена была моложе его, у них тоже с ним не было детей, о чем он очень печалился, он надеялся, что сможет, сейчас, секундочку, очень маленький окошек, вот, и в общем, она его очень любила, и после его смерти стала собирать тоже о нем рассказы, ездила, спрашивала рыбниц, как в Израиле, да, рыбница, она, оказывается, не доехала, она доехала, куда Израиль, ну, вот, в общем, тем не менее, очень интересно, я бы увидел, что у израильских раввинов не все чисто по поводу отъезда, с ним вообще было интересно, на него наехали хасиды Любавического Рэба, потому что однажды пришел к Любавическому Рэба на прием, наш Хаймзангл пришел в Америке к Любавическому Рэбу на прием, и его обвинили Любавические хасиды, что он слишком чересчур, значит, логочестив, что он носит тфелин даже в субботу, чего нельзя делать, он, значит, днем и ночью постится, что он не ест в праздники, ну, когда надо, да, потому что он продолжает свой пост, что он очень, очень чересчур религиозный, и что так нельзя, на что Рэба сказал, оставьте его, и вы его не бережете, что с ним надо внимательнее и поласкивать, и что он вообще вот как есть, так и его цените, вот, то есть с ним, в принципе, были конкуренты, и когда он приехал в Израиль, к нему стали относиться как к Адмуру, из него сделали вот такого почитаемого цадика, к нему стали ходить, то есть невозможно было ему найти жилье, где не поселиться, сразу туда сто человек приходит на прием, то есть они воспринимали его однозначно как такого цадика Ружинской династии, к которому нужно устраивать двор. Он жил на съемных квартирах, ему было очень трудно поддерживать, вот, и вообще мало чего ему было надо. Он сам удивлялся в какой-то момент, когда он оказался в Израиле и в Америке, когда к нему стали так относиться, он говорил, что там, в России, я был Шойхи, Тимоэль, а здесь я Аган-Сыр-Ров, теперь я здесь целый раввин, то есть они из меня сделали, сказал им, что Бог знает что. То есть он не собирался вообще-то быть такой фигурой. Дальше вот все, что произошло после его отъезда, это некоторые короля делы цвита, то есть вокруг него сразу появилось очень много закарпатских евреев, очень много вообще религиозных евреев, он вписался в такую атмосферу раввинов и почитания, но поскольку он был советский еврей, его как бы все время пытались познакомить с выходцами из Советского Союза, поэтому собственно к Любавичскому Рэбе стремился попасть. Его были друзья среди раввинов, первым делом, когда он попал в Вену, он ехал в Израиль через Вену, тогда все так ехали, это была типа миграция в 70-е годы, первым делом он спросил тех, кто его встречал, живы ли два его друга, Скуляна Рэбе и Сквирер Рэбе, но Сквирера Рэбе уже не было в живых, а Скуляна Рэбе они дружили в Яшиве у Штифанешского Рэбе и встретились после войны, в Америке дружили, была такая старая встреча друзей, то есть он вдруг оказался в некотором таком своем кругу своих вот друзей по Яшиве в Штифанештах, для него это было очень важно, но таких было мало, а в целом то, что он увидел в Израиле сильно противоречило его представлению о религиозной жизни, возможно поэтому, то есть он в целом рвался в Израиль главным образом ради Штифанешского Рэбе, о чем он многократно говорил, он действительно проводил часы и дни и ночи на могиле Рэбе и как бы для него это было самое главное место, вот он объезжал места, где жили закарпатские евреи и рыбницкие евреи, он приезжал в общины и продолжал поддерживать связь, к нему записывались за несколько лет, ну как на прием, да, значит, люди, он устраивал тоже такой прием, он всегда говорил, что евреям из рыбницы всегда будет пиоритет и действительно до последнего, по-моему, он принимал рыбницу, первую очередь, без очереди вообще, вот, вот эта очередь к Хасиду тоже очень интересная, к Цадику, очень интересный феномен, мы его увидим в разных описаниях, и к Папельскому рыбу были очереди, и к Хамзанову были очереди, и очередь это вот стадия продвижения твоей какие-то, ну, как бы шаги, и к Степанежскому рыбу были очереди, там по нескольку дней ждали, есть много воспоминаний, то есть это тоже такой важный атрибут, то, что рыбницкие без очереди, и то, что в рыбнице он был дома, Индерхейм, вот это очень интересный такой аспект, который мы вообще крайне мало знаем от самого рыба истории, то есть много рассказано с его слов, и вот это вот как бы прямая речь, да, вот он говорит, что Индерхейм дома, я был Шойхет-Эмой, а тут я целый рак, да, для него, видимо, все-таки вот это советское еврество было некоторой важной средой жизненно необходимой, к которой он чувствовал, что он нужен, а в Израиле он немножко потерялся, может быть, не знаю, как бы не так это сильно отличается от американской традиции, но что-то в Израиле ему не понравилось, он реально уехал, как только, или даже, мне кажется, после того, или до того, у него очень понятно, как умерла сурка, вот с этим мы не можем еще пока разобраться, с другими. Вот, я еще не вижу что-то. Рэба заслуживает быть мессией, да, но это они все старались, то есть тут каждый из них, и ружинский рэба, и штифанярский, подозревали, что они немножко мессией, и что еще чуть-чуть, и литвовичский рэба, как вы понимаете, то же самое. Вот, это основная идея всех еврейских цадиков, что если вот правильно молиться, поститься и все сделать, то вот исправление мира придет, собственно, к приходу мессии, и вот же я. Но, увы, то есть очень у многих не получилось, и они не пошли дальше этого, то есть они стали объявлять себя мессиями, и так далее, а это все кончается довольно типично в иудаизме, по крайней мере, последних веков. Вот, что значит противоречит? Нет, но они надеялись, что они приближают приход на шех, и это, собственно, такая практика религиозная, очень популярная, собственно, во многих вариантов присутствующая. Многие чудеса, они, собственно, являются некоторым таким преддверием, вот, знаком того, что вот, знак, символ, что времена Маши эхо скором наступят. Наши дни в скорости. Как-то так. Еще какие-нибудь вопросы появились, нет? Сейчас. Если нету, тогда спасибо большое за внимание, и давайте встретимся через неделю, говорим тогда о методах полевого исследования и наших разных находках в городе и вокруг, и как это меняется с изменением географической локации, и что происходит сейчас в американском иудаизме почитанием Реба. Мы, я надеюсь, узнаем нашего второго доктора. Субтитры создавал DimaTorzok